В Киморской школе открылось отделение рукопашного боя и начальной военной подготовки. В Горецкой школе будут учить ребят на базе учебного центра «Наука побеждать». Подробности в нашем сюжете. Собрать и разобрать пистолет, надеть специальную экипировку. Этому и многому другому будут учить учеников Горецкой школы в рамках курса специальной военной подготовки. Также ребята смогут освоить азы рукопашного боя. Обучение школьников будет проходить на базе учебного центра «Наука побеждать». Для наших ребят это просто какое-то космическое событие, потому что, к сожалению, не так много видов спорта, которые мы можем предложить им непосредственно по школьным занятиям. И у нас была уже практика, у нас была борьба. И сейчас действительно это тот момент, когда и родители, и педагоги, и сами дети, причем очень много детей, готовы заниматься как рукопашным боем, так и начальной военной подготовкой, потому что это направление на сегодняшний день тоже очень востребовано как и в учебном процессе, так и в внеурочной деятельности. Школа станет подшефной для федерации центра, ведь председатель федерации Сергей Протасов и учредитель федерации Александр Гражданкин сами выпускники Горецкой СОЖ. Наши дети смогут заниматься спортом, учитывая удаленность от города. Считаю, что значимым событием один из направлений в образовательной деятельности является и поддержка спорта, а также начальная военная подготовка. Развиваемся в соответствии с данными векторами. Будем в обязательном порядке и поддерживать новые направления, и помогать, привлекать дополнительные ресурсы, чтобы секции данных филиалов существовали и развивались. Два раза в неделю школьники будут заниматься не только рукопашным боем, но и огневой, тактической, инженерной подготовкой, топографией и тактической медициной. Я очень рада, потому что очень долго ждала этого. От руководства Федерации рукопашного боя и учебного центра детям была подарена защитная экипировка.